МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре насыщенных дня ждут юноши и девушек. На площадку ФОКа в первый день вышли 103 юные спортсменки со всей страны. В своей возрастной категории сражалась и фехтовальщица из Кипра. Два года назад Елизавета ушла из танцев ради боев с рапирой. Этот спорт ее быстро захватил. Она уже многократно участвовала в международных соревнованиях. Во Франции шестое место, в Германии второе, в Израиле второе. Мне очень приятно побывать на родине и участвовать в соревнованиях. Открытый турнир по фехтованию. Хоть и небольшой чемпионат, но все же участники здесь сильные. Новички набираются опыта, мастера спорта и участники всероссийских соревнований. Оттачивают навыки по обороне, наступлению и нанесению уколов. Развивают координацию и быстрое мышление. Почетный гость турнира. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Руслан Настебулин. Это очень сложный координационный вид спорта. Представьте себе, помимо того, что вы должны управлять своими ногами, телом, а в руке у вас еще и предмет, которым также нужно управлять. И не просто управлять, а нужно мыслить за противника и пытаться его переиграть. Считается, что сражаться на рапирах – самое сложное фехтование. Трудно и для судейства засчитывать очки, и не так понятно для зрителей, как, к примеру, бой на саблях. В Люберцах этот вид спорта возродили в 2016 году. С тех пор здесь развивают это направление, проводят различные турниры и открывают новые школы фехтования. Со связания соревнований у нас проводится четвертый год. Соревнования проводились по системе два дня. Вот первый раз мы проводим по четыре дня соревнования, так как большой спрос участников для развития этого именно направления детского фехтования, потому что из детского фехтования вырастает чемпион. Победители соревнований определяют каждый соревновательный день. Закрытие Люберецкой рапиры состоится 29 сентября.